Здравствуйте, уважаемые зрители научно-популярного канала оздоровления. Сегодня Иван Павлович отвечает на Ваши конкретные вопросы. Иван Павлович, вот обращается с вопросом, можно ли перекись ректально капать через капельницу при геморрое. Ну, любая рана, которая связана с кровотечением, это заливается перекись водорода, Вы об этом знаете. Это кожа, но кожа сопротивления очень мощная, она и на разрыв, все прочее. А прямая кишка, это слизистая, поэтому там перекись водорода, пожалуйста. Но, во-первых, геморрой при нормальном работе желудочно-кишечного тракта никогда не образуется. Но когда у Вас задержка стула, и когда Вы ходите в туалет, у Вас глаза вылезают из орбиты из-за этого, вот откуда геморрой-то берется. Но в данном случае, если Вы используете перекись, хотя бы один к одному с водой, чайная ложка перекись и чайная ложка воды, и вот маленькие такие клизмочки, вот там делать. Это не помешает. Но, в первую очередь, нормализовать нужно желудочную работу кишечника, это раз. Ходить на ягодцах, мое любимое упражнение, которое уже в течение 30 с лишним лет, и по телевидению Вам показывали, и Вы тренируете эти мыши. Потом сидите, делать Вам нечего, и работать, тягивать прямую кишку в себя, расслаблять. Вы тренируете мышечный каркас в этой области, а Вы не хотите этого делать. Так что перекись водорода там сыграет роль, но, простите, работать надо, и в том числе этой частью. А в одной книге написала эта часть тела важнее, чем голова. Спасибо, Иван Павлович. Спасибо.